Здравствуйте, мои дорогие птички! Ну и все мои дорогие зрители, здравствуйте тоже! Ну, у меня сегодня счастливое утро, радостный день. Я очень сильно переживала за малыша. Он в какой-то день, я вам показывала, он не подошёл к кормушке, он лежал вот там под манго, а на следующий день они не появились. Мы объехали весь наш район и их не видели. Я очень переживала за его здоровье, очень переживала. Вот это вот становление во взрослую жизнь очень туго ему даётся. И вы обратите внимание, родители его не изгоняют. У него вот красная шапочка начинает как бы приживаться, но не очень, не очень, не очень хорошо. Я приглядываюсь, очень жалею его, стараемся угощать. Ну вот их два дня его не было. Потом он появился вместе со своими родственниками. Ну, представляете, радости не было предела. Очень радовалась. Вот представляете, вот так вот выглядит сейчас у него шапочка. Гораздо-гораздо приличнее. Гораздо приличнее. Ну и, конечно, я счастлива. А погода всё время вот такая вот. Посмотрите, какое небо бурное. Вот какие-то там и перистые облака, и кучевые серенькие, беленькие. Вот эти вот красивые, вот эти птицы так летают красиво. И надвигаются на нас ещё, ещё два шторма. Предыдущая Хелен нанесла очень много. Горе людям подарила. Очень много. Много людей погибло. Многие лишились жилья. Мало того, там ещё мародюры прям выступают. Оббирают эти дома. Люди страдают где-то в больницах. В это время у нас очень много мигрантов, которым действительно есть нечего. Работу не найдёшь. Языка они ещё не знают. И вот такие вот вещи. Очень тяжело. Но я сейчас радуюсь тому, что мои птичечки, наши птичечки, наши общие птичечки, мы объехали здесь вчера или позавчера очень много, ну, некоторые городки. Вы знаете, такое строительство. И действительно, животинкам им жить не на что. Ой, вернее, не на что. Жить негде. Показывали вам, как люди приходят за благотворительными продуктами. Вы знаете, это так здесь естественно. Здесь каждый человек, вот, ну, средний такой вот, работает, 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 ну, как обычно, от зарплаты до зарплаты. Ничего, в общем-то, не приобретает. А если человек хочет что-то приобрести, это всё делается в кредит. Иначе за зарплату ничего здесь, за приличную. Ну, вот, и в фудсервисе, да и везде, вот, в автомобильном сервисе даже. И люди в основном все живут вот это в кредит. Вот, вдруг ни с того, ни с сего человек теряет работу. Один, два дня, ну, запасы. В основном здесь не делается это, чтобы люди делали какие-то запасы. Они ходят в рестораны, они каким-то образом экономят электроэнергию. Многие вообще не умеют готовить и не пытаются это сделать. Вот, и в основном, конечно, рестораны, забегаловки. А количество их здесь безумно очень сильно растёт. Вот эти люди. Потом раз, потерял работу. И до свидания. Сегодня, завтра, и нечего есть. А если есть крыша над головой, если ещё, ну, угол какой-то есть, дом и квартира, ещё, всё, что ещё оплачивается. Есть куда положить эти продукты. Человек идёт вот в такие места. Потому что там продукты свежие. Никогда просрочки по-настоящему, так как выражаются, не бывают. И люди вот так вот, кто-то уже даже в машине живёт. Ну, он приезжает, берут там консервы, Кому что? Мясо, консервы, молочка такая. Вот, знаете, ну, сгущённое молоко, например. Ты мой малыш. Ты мой красивый. Ты мой хороший. Как же я переживала за тебя. Души на месте просто не было. Вон какая у него шапочка. А какая красивая шапочка будет. У малыша только не сглазьте. Не сглазьте мою сладость такую. Не сглазьте мою радость такую. Мой красивый, мой красивый. Малышня моя сладкая, малышня. Ну, ты уже взрослый. Скажи, не называй меня малышнёй. Он уже взрослый у нас. Он уже взрослый. Ну, вот сейчас они пришли. Сейчас времени часов 12, наверное. Но они вот здесь останутся. Они пойдут под манго. Очень жаркие дни последние. Ну, вот этот где-то нарастает, эти ураганы. Я чуть не запомню, как их называют. Как они называются. И вот в таком вот плане они двигаются к нам. Слава Богу, нас каким-то образом обошло. Ну, веток было сломано. Вы видели. Много деревья повалены там, прочее, прочее. Ну, как бы наш город ничего не тронуло. Мы ездили тут и по соседствам, ещё где-то. А где-то страшная трагедия. Я очень рада сегодня с вами поговорить, мои дорогие. Смотрите, пожалуйста, Ваню. Ваня, у него прекрасный кулинарный канал. Называется «В гостях у Вани». Сколько таких каналов мы не смотрели. Но такого приготовления пищи, такого идеального, таких идеальных рецептов, с такой технологией по мелочи. Каждый, даже вот девочка, которая только собирается что-то такое пытаться готовить, по его рецепту это, возможно, приготовить. И очень-очень вкусное блюдо. Он, вчера был у него, ну, встреча со зрителями, и он сказал, спрашивали о каких-то блюдах его. Он сказал, пока я сам не попробовал, пока у меня не получилось так, как надо, я давать рецепт никогда не буду. Человек работает в ресторане, фуллтайм он работает в ресторане. И у него двое деток, одному малышу 4 месяца, и мальчик постарше, такой подросточек, еще не 15 лет, но лет 10, может быть, 9. Он с ним вместе готовит. Прекрасная жена, прекрасная семья, живет он в Канаде. Вот кто хочет, попробуйте, посмотрите, как он дает рецепты. Даже вот такие мелочи, там, пожарить картошку, вот что-то делаем не так. Или прекрасный его рецепт, пожарить грибы. Он так рассуждает. Они, говорит, начинают петь, а вы прислушайте. Вот тогда вы получите не вареные, не выжаренные сухие грибочки на сковородке, а вы получите настоящие грибы. Ну, даже вот эти вот грибы, которые здесь, вот Мирабелла, он их называет каким-то королевскими. Они так же стоят, но они гораздо вкуснее, чем такие беленькие шампиньоны. И вот он учил, как их готовить. Он учил, учит готовить, ну, кто-то умеет, кто-то сам это делает прекрасно. А он учил готовить, вот, учит всех, и как запекать мясо, и как там, какие котлеты, и даже вот любое тесто и прочее, прочее, прочее. Ну, посмотрите, мои зрители, вот, кто меня смотрит, посмотрите. И вы сможете готовить, чего и не готовили никогда. И очень-очень вкусно. Вот. Ну, все, я вам сказала, очень жарко на улице. Ну, скорее всего, уже сто, не девяносто даже. Вот так вот. А были какие-то дни прохладные. Дождей нет. И вот такое вот. Я вам желаю всем здоровья, счастья, радости. Ну, смотрите телевизор, конечно. Ну, не переживайте так, если вы ничего не можете сделать с тем, что происходит в мире. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Два. До свидания. Продолжение следует...